Лобинцов тихо рассмеялся по поводу укутанного оружия и спартанской непрецязательности солдат. Этой приобретенной на войне вечной готовности к бою. На очередной встрече проекта «Читаем слух» саровские девятиклассники познакомились с романом Эммануила Казакевича, написанным в 49-м году «Весна на Одере». Действие происходит весной 45-го. Советские войска готовятся к форсированию Одера. Месяц остается до победы над фашистской Германией. Но впереди еще тяжелые бои и большие потери. Причем он описывает события, участникам которых тоже был, потому что он тоже был разведчиком и тоже дошел до Берлина. События в этой книге апрель 45-го. За месяц до конца войны. Вообще погибать за месяц, за неделю, за день до конца войны обиднее, наверное, сто раз. На фоне масштабных боевых операций, жестоких сражений и штурмов немецких укреплений тянется любовная линия двух героев. Майора гвардии, разведчика Сергея Лубенцова и военврача Тани Кольцовой. Они встречаются в 41-м, когда вместе выбираются из окружения. Во время отступления их пути расходятся. А в апреле 45-го, во время форсирования Одера, они снова случайно увиделись. Я считаю, благодаря таким произведениям может воспитываться патриотизм. И также такие произведения помогают нам не забывать о том, что было в прошлом в нашей стране. С одной стороны, любовная линия главного героя и его, соответственно, возлюбленный, и близкая победа, которая уже приближается. А с другой стороны, продолжающаяся потеря солдат. И вот именно из-за этого произведение вызывает такие смешанные чувства. Чтение романа Эммануила Казакевича – последняя литературная встреча саровских школьников в этом учебном году. Проект на протяжении нескольких лет знакомит учащихся с лучшими произведениями отечественной и мировой литературы. Мне проект нравится. Я считаю, что этот проект способен, так скажем, убить у многих ребят такую вещь, как боязнь сцены. То есть я сам буду учащен. Ну, мало где участвовал перед незнакомой публикой. Но, как обычно, эти ощущения незабываемы. Это очень хороший жизненный опыт. Записи чтений публикуют на сайте Дворца детского творчества. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.